Первый выход паевых инвестиционных фондов на биржу стал прорывом для более широкой возможности приобретения паев. Ведь как было раньше, паевые инвестиционные фонды распространяли свои паи через агентскую сеть. Агентская сеть была относительно небольшой, то есть в каких-то крупных городах, крупных регионах. С выходом на биржу к этому процессу, то есть покупки-продажи паев, смогли присоединиться и региональные брокеры, которые находятся в тех городах, где, скажем, агентский пункт той или иной управляющей компании не был открыт. Соответственно, люди в районных центрах, ну не во всех, конечно, там, где есть брокер, который аккредитован на бирже, они получили возможность покупки-продажи паев, не выезжая в Москву, в Санкт-Петербург, в Екатеринбург или даже областной центр. Поэтому это, безусловно, ну если не революционные, то во всяком случае шаг к большей популяризации паевых фондов. И если мы сейчас с вами говорим как раз о буме вопросов, связанных с этим, то это как раз следствие того, что паевые фонды стали более доступны для населения. Одним из основных постулатов развития фондового рынка является понятие ликвидность. Вот, если есть возможность ценную бумагу, которую я обладаю, продать в любой момент времени, то эта бумага становится ликвидной. Если к ней есть интересы, я имею возможность эту бумагу продать. Соответственно, если я имею возможность продать свою бумагу, мало ли в силу какой необходимости, в различные интервалы времени, то есть между официально объявленными управляющей комбанией, то, соответственно, это безусловный плюс для меня, как для инвестора, в будущем приобретении паев этого фонда. На Западе фонды недвижимости это уже обыденные явления. Ну, как я уже говорил, что в той же Америке 50 лет прошло с того момента, как создался первый паевой фонд, и как большинство американцев стали вкладчиками или инвесторами паевых инвестиционных фондов. В России это тоже процесс идет достаточно быстро. И сейчас мы стали свидетелями бурного роста, именно бурного роста закрытых паевых инвестиционных фондов. Я, правда, не стал бы пока обольщаться по поводу того, что вкладчик, любой вкладчик, любой инвестор может пойти и стать паищником закрытых фондов. Пока еще фонды, создающиеся фонды недвижимости, они не в большей мере ориентированы именно на человека с улицы. Это скорее некие инвестиционные проекты, корпорации, различных структур по реализации каких-либо собственных специфических целей. Что же касается публичных фондов недвижимости, это те фонды, когда имуществом становятся, может быть, даже квартиры, и любой инвестор, купив пай в закрытом паевом фонде недвижимости, фактически становится в какой-то мере рано или поздно владельцем квартиры. За этими фондами будущее, и я думаю, что в ближайшее время такие фонды на рынке появятся. Потому что даже с нашей управляющей компанией, Атон Менеджмент, сейчас на стадии завершения очень интересный проект как раз по созданию фонда недвижимости, ритейлового фонда недвижимости для физических лиц. То есть это с одним из известных в столице и за пределами Москвы агентств недвижимости. Интервальный фонд ограничен инвестициями в недвижимость определенным процентом. То есть 100% недвижимости в интервальном фонде быть не может. Соответственно, любой интервальный фонд, который даже провозглашает, что он является фондом недвижимости, максимум, что там реально есть, это, скажем, какие-то долговые расписки по недвижимости. Вот эти инструменты могут каким-то образом присутствовать в имуществе интервального фонда. Реальные фонды недвижимости это скорее закрытые фонды, где реализуются какие-то инвестиционные проекты. И там можно, что называется, увидеть и пощупать то здание, которое является основой этого имущества. ПИФ и недвижимости, я уже говорил, есть несколько проектов, но они носят специфический характер, поскольку их имущество является там какие-то офисные здания или права на эти здания. То есть они, но вот, что называется, еще не существует, допустим, закрытого фонда, который собрал средства инвесторов и на эти средства построил реально здание недвижимости, допустим, офисный центр или жилой квартал типа Воробьевы горы. И затем уже тот, кто инвестировал средства за счет этой недвижимости, получил какой-то доход. Таких фондов еще нет, потому что ПИФ в нашей стране им еще нет года даже.